Еще одним итогом, о котором стоит упомянуть на этой неделе, стал проведенный в самом конце прошлой референдум по изменениям основного закона страны. О том, что он состоялся, стало известно еще в середине того воскресенья, когда явка населения в пункты для голосования превысила 50%. Потом были итоги экзит-пулов, затем официальные данные по проголосовавшим и масса заявлений от наблюдателей и экспертов. Подробности у Анны Абрамовой. Ровно неделю назад в Казахстане состоялся общий республиканский референдум по внесению поправок в основной закон страны. Мероприятие важное и для государства, и для граждан, потому как именно участие населения в процессе принятия решений такого масштаба и есть показатель конструктивного диалога между народом и властью, то есть прямым инструментом демократии. Можно же было по разному пути. Можно было как через законодательную и исполнительную власть вводить все эти изменения, а можно было сначала спросить мнение народа, насколько народ и насколько казахстанцы поддержат эти начинания. И судя по данным о явке на референдум, казахстанцы в первую очередь поддержали саму идею такого диалога, потому как если бы количество граждан, принявших участие в голосовании по факту, было бы меньше половины от числа имеющих право голоса, то референдум состоявшимся признан бы не был. В Европе есть практика, когда есть обязательный референдум, в частности в Швейцарии, то есть когда стоит вопрос, когда каждый обязан участвовать, но у нас он добровольный. Соответственно, добровольность предполагает определенный кворум, то есть какой-то минимум, который можно считать. Поэтому у нас избирателям относятся люди старше 18 лет, и таковых у нас около 12 миллионов человек. Если половина из них уже пришла, это по нормам демократии считается достаточным основанием для того, чтобы считать то или иное решение референдум состоявшимся. О том, что необходимый для проведения референдума минимум голосующих граждан пришел на избирательные участки, стало известно в день его проведения, в два часа по столичному времени. В то же время в разрезе регионов голосование проходило неравномерно. Действительно, страна голосовала достаточно неровно. Если мы возьмем Алматинский регион, то по сути мы не преодолели явку, мы получили там 30%, при этом мы возьмем Туркестан, где мы получали там 70 с чем-то процентов. Традиционно где-то половина на половину не очень ярко, но это особенность как бы вообще любых столиц. Там никогда не бывает большой явки и никогда не бывает однозначной поддержки. Это особенность общественного сознания крупных городов. Впрочем, даже к завершению голосования город Алматы так и остался антилидером по количеству пришедших на референдум граждан. Закономерно возник вопрос о причинах такого показателя именно в этом городе, учитывая те трагические события января, которые разворачивались главным образом в Алматы, и именно из-за которых, по мнению некоторых, этот город должен был оказаться в лидерах в голосовании за перемены. Чисто логически. Во-первых, что мы вспомним? Погода. Хорошая погода. Одни из первых теплых дней. Люди ринулись отдыхать. Если бы был дождь, ветер или что-то, то вполне возможно люди бы остались в городе. Алматы имеет очень много доступных рекреационных ресурсов. Дальше я бы, наверное, может быть, поспорила со своими коллегами, которые говорят, что пережив действительно трагедию, пережив уличные бои, Алма-Ата двинется голосовать. Потому что нерешенные вопросы психологического здоровья наших граждан, они могут негативно повлиять, скажем так, на восприятие вообще происходящих политических процессов. То есть на трактовку тех изменений любой позитивный вектор, который будет задан, он может быть неверно истолкован, потому что не проработана эта психологическая травма. Так что истолковывать такой уровень явки, как бойкотирование самого референдума, говорят эксперты, не стоит. К тому же из проголосовавших алматинцев большая часть отнеслась к поправкам положительно, как и в целом по республике. Процента давших голос за изменения в стране по окончательным данным Центральной комиссии по референдуму, которые были опубликованы 7 июня, составил 77,18. А вот проголосовавших против 18,66%. И, казалось бы, такая пропорция, учитывая, что привычное для нас восприятие поддержки на выборах выражается в процентах 90+, не доказывает согласия с предложенными поправками. Эксперты же видят в этом другие сигналы. Это просто отражает отношение именно к конституционной реформе. Дело в том, что еще, конечно, она поддавалась одним пакетам, поскольку все эти реформы взаимосвязаны друг с другом, то есть их по отдельности рассматривать было бы нецелесообразно. Возможно, какие-то моменты повлияли на негативные ответы. В первую очередь, такие цифры подтверждают достаточно прозрачный ход проведения самого референдума, что голоса были подсчитаны честно. И, с другой стороны, вообще для демократического государства это практически нормально. К слову о честности и прозрачности. Окончательные официальные данные Центральной комиссии по референдуму практически полностью совпадают с данными экзитпола, то есть с результатами опроса населения при выходе из участков для голосования. Очень показательно, что методология непрерывного потока, которая использовалась, она уникальна для Казахстана именно вот в этот электоральный период, в период этого референдума. Это когда на 351 участке по всему Казахстану все выходящие проголосовавшие люди опрашивались. И, как вы знаете, показатели были достаточно похожи. В целом весь референдум прошел очень транспарентно, очень прозрачно, очень открыто. И наши данные по экзитполам этому очень четко соответствовали. В то же время не обошлось и без информационного шума о вбросах и нарушениях. Впрочем, стоит отметить, что международные миссии, прибывшие в Казахстан для наблюдения за проведением референдума от крупнейших мировых и региональных организаций, признали правомощность голосований и не зафиксировали серьезных нарушений. Всего же при окончательном подсчете голосов не было учтено полтора процента от общего количества бюллетеней, а 2,5% признаны недействительными. То есть вы понимаете, когда избирательная комиссия ведет подсчет этих бюллетеней, некоторые бюллетени могут быть неправильно отмаркированы самим избирателем. То есть он плюсик не в квадратик поставил, где-нибудь в сторонку. То есть по международным правилам подсчета это не учитывается. Что же касается вбросов, ну всегда это информация, в первую очередь вбросы информационные, потому что всегда происходят какие-то негативные интенции. Поэтому, ну что ж, с этим нужно смириться, с этим нужно жить и показывать максимально, как мы в этот раз делали, максимально транспарентные, открытые показатели экзитполов, показатели подсчета бюллетеней. Показатель поддержки вынесенных на референдум поправок в Конституцию только отправная точка в строительстве того самого нового Казахстана, за который отдали свои голоса 77% участвовавших граждан. Именно отправная, а не конечная. Впереди немалая работа и по законодательному укреплению всех новшеств, и по социальной модернизации. Совместная работа государства и общества, которая, как показали обе стороны, они готовы. Анна Абрамова, доктор Терликбаев, Житыкун.